Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! С вами снова передача «Академия на грядках» и наш замечательный педагог Елена Сергеевна Целютина, руководитель клуба «Академия на грядках» Дворца культуры «Нефтехимик». Здравствуйте, уважаемая Людмила Васильевна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Елена Сергеевна, Вы уже 22 года ведете занятия в клубе «Академия на грядках», который Вы же организовали. Вы проводите консультации бесконечные, читаете лекции в Иркутске, в Слюдянке и в других городах области. То есть Вы занимаетесь просветительством. И о чем Вас не спросишь, Вы все знаете. То есть никакой вопрос Вас не поставит в тупик. И каждый год Вы ездите в Москву на серьезные совещания, где ведущие специалисты проводят эти совещания, ведущие агрономы, селекционеры, ученые. И вот сейчас я знаю, что Вы только что вернулись из Москвы с одного из таких совещаний. Что это было? Расскажите нам поподробнее. Вопросов много. Вопросов много. Да, действительно, Людмила Васильевна, я только что посетила Москву. Была на совещании. В общем-то, я была у фирмы «Бео» на юбилее. На праздники, то есть? Да, на праздники голландской фирмы «Бео», с которой… Сотрудничаете. Да, мы сотрудничаем 20 лет. И 20 лет этой фирме. Я была у них на юбилее. Но юбилей юбилеем, но меня интересует многое. У меня много вопросов. Поэтому я всегда свою поездку начинаю с Семирязевской академии. Ну, это, наверное, самая главная кузница или то, что у нас проверяется, получается семена. Да, чтобы получить самую большую информацию, которая интересует не только меня, но интересует всех садоводов-любителей, это, конечно, Семирязевская академия. Это селекционный центр, которым руководит монохоз Григорий Федорович. Это один из моих близких друзей, который меня всегда встречает. Он все дела откладывает в тот день, когда я к нему приезжаю, и мы проводим с ним очень большое количество времени. И что нового на этот раз вы узнали? Ну, нового очень много. Конечно, и трудностей много. Но действительно, вот этот селекционный центр, это одно из основного нашей России, конечно, где и кадры куются, где и селекционный центр работает. В этом селекционном центре, в основном, конечно, большое значение дают, вот они по капусте, они в прошлом году по капусте получили очень большую премию нашего правительства, которую вручал Медведев. И многие знают капусты, именно автором которого является Григорий Федорович. Но ведь сейчас очень много вопросов стоит о импортозамещении. Так вот, по капусте я считаю, что импортозамещение у нас довольно-таки полное, что совершенно спокойно можно выращивать наши капусты. И даже крупное тепличное хозяйство выращивает именно сорта наших селекционеров. И только Тимирязевская академия? Нет, конечно, нет, но как раз по капусте, я считаю, у нас особых вопросов нет. Но сейчас очень большая задача стоит перед Тимирязевской академией в том, что ведь капуста очень болеет. Мы как-то защищены от такой грозной болезни, как килокапусты. А вот все дачники в Подмосковье страдают тем, что заразили землю килой, и теперь капуста у них на участках не растет. А чего это? Ну вот, занесли килу. Во-первых, у них земли кислые более чем у нас. У нас более щеночные, у нас более такие условия, лучшее чем у московских дачников. И теперь целью вот именно наших селекционеров получить семена капусты, которые защищены от килы. Но многие даже связывают, у нас имеются такие случаи, когда капуста болеет бактериозом. Вот с внешней стороны вроде она нормально разрежешься, внутри она черная. Это тоже занесены. Поэтому нужны семена, которые защищены от всевозможных болезней. Ну понятно, над чем работают ученые, да? Да, ученые работают. Но еще над чем работают наши ученые. Вот, допустим, мы же очень много получаем, наш клуб получает семена на сортоиспытания. В прошлом году у нас была капуста, извиняюсь, огурец «Кассандра». Прекрасный огурец, мы его попробовали. В этом году у нас уже есть возможность у очень многих на своих участках вырастить огурец «Кассандра». В точности также вот перец, темп. Это все Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Елена Сергеевна, а еще какие проблемы волнуют ученые? Ну, проблем ученых волнуют очень большие. Проблемы в том отношении, что в России невозможно выращивать по климатическим условиям, невозможно выращивать семена. Семена выращиваются у нас в России или в Сочи, или в Дагестане. В Сочи, да, юг России, в Сочи категорически запрещено выращивать семена, потому что семена не вырастешь без пестицидов. Обязательно приходится обрабатывать от вредителей, от болезней. И поэтому Сочи, как курортная зона, она запрещена. И остается Дагестан. А в Дагестане очень низкая культура именно получения семян. Вот Григорий Сеотович привел такой пример, что вот в прошлом году они с большим трудом, ведь очень трудно получить какое-то небольшое количество семян, которые потом дают на размножение. И вот они получили лука всего полкилограмма семян. Из этих полкилограмма даже нам дали на сорт по испытанию чуть-чуть. И многие попробовали этот лук, мы были в восторге, решили, что вот как здорово, лук нисколько не хуже, чем импортный, чем голландский. Вот в этом году мы сможем его приобрести, но его отдали на размножение и загубили. И вот для того, чтобы получить какие-то семена, на это же требуются годы. Да, годы. И получилось, что лука этого нет. Прекрасный лук, янтарь. Многие его попробовали. Название такое было. Да, название такое хорошее. Но, что ж, нет теперь у нас вот этого лука. И поэтому для того, чтобы вести селекцию, об этом говорят абсолютно все ученые, чтобы у нас было какое-то импортозамещение, чтобы можно было что-то действительно выращивать хорошее, помимо того, что нужны площади, нужны климатические условия, нужны теплицы, которые очень и очень дорогие. Вкладывать много средств. Пока, да, для того, чтобы это получать, нужно вкладывать очень большие деньги. А, Елена Сергеевна, вот как связана работа ученых, селекционеров с любителями? Очень мало. То есть они в основном для профессионалов? Да, вот. Ну, конечно, очень многие там семена делают для любителей. Это уже совершенно другой разговор. Но все делается, конечно, на профессионалов. Потому что, ну, профессионал взял семена, если там они не взошли или получилось не то, он может это передать в суд. Это же убытки. Поэтому это делать ни в коем случае нельзя. Поэтому, конечно, вот монохоз не будет сидеть с любителями. Хотя на любителей они, конечно, кое-что делают. В России вообще не хватает семян. Вот в этом году столкнулись с тем, что, ну, не хватит моркови даже для профессионалов. Ну, если, допустим, капусты, у нас много. Семян капусты... Ну, имеется в виду импортные семена для моркови? Моркови только импортные семена. Потому что своей, как вы говорили, у нас нет, да? У нас своих семян нет. Но, несмотря на это, вот селекционный центр Тибирядистской академии работает над получением моркови. И вот как они назвали лук-янтарь, так они назвали и морковь-янтарь. И тоже сделали... Да, сделали небольшое количество его. Сейчас отдают на размножение. И нам на клуб дали немножко моркови. Говорят, хороших. Расскажите потом. Да. Поэтому я постараюсь раздать эту морковь желающим. Понемножку там, ну, может быть, там по 30-40 семечек. Опытная такая морковка будет. Опытная. И мы сравним, насколько отличается. Потому что вот мы не выращиваем морковь. Ее нет у нас. У нас в основном морковь только импортная. И вот мы сравним, насколько наша селекция уже не будет отличаться от импортной. Елена Сергеевна, ну, вы, наверное, все равно... Вы очень давно же дружите с фирмой «Гавриш». И я думаю, что там тоже побывали и встретились с учеными из этой фирмы. Ну, конечно, как всегда, фирма «Гавриш» меня ждет. Мы там были, если я вам так скажу, по секрету, мы там были около пяти часов. И больше всего я разговаривала, конечно, с Валентином Григорьевичем, королем. Это директор профессиональных семян, зам Сергея Федоровича «Гавриша». Короля знают многие наши садоводы-любители, так как он у нас был. Вы помните, Людмила Васильевна? Да, да, лекции. Он у нас был, он читал лекции. Он до сих пор восхищен людьми, с которыми он беседовал. Он говорит, я на уровне профессионалов, я, говорит, не мог отличить, что, допустим, ваши члены клуба чем-то отличаются от профессионалов. Мне нравится, как вы разговариваете с учеными. Да, действительно, на равных. Да, и поэтому они собираются к нам приехать. И я очень прошу всех садоводов-любителей ни в коем случае это не пропустить. Да, возможность такая есть. Такая возможность. 14 января во Дворце культуры «Нефтехимик» состоится лекция, которую будет читать представитель фермы «Гавриш» Сергей Шумилкин. Очень грамотная. А тема какая? А тема будет «Селекция семян и в основном томатов». Как они получают эти томаты? Ведь, ну вот я вам говорю, что у нас в России получать томаты сложно. Не только томаты, а вообще семена сложно получить. Все семена выращиваются в основном за границей. Это и Индия, это Китай. У Гавриша в своей теплице. В Иордании, где они... Не у нас, да, там, где тепло. Да, где тепло, где они круглый год выращивают семена. И поэтому вот об этом очень подробно будут рассказывать. Ведь дело в том, что ведь не только семена можно получить. Их же надо еще доработать. Надо, чтобы сделать так, чтобы у них всхожесть была, ну, не меньше 90%. Чтобы их разделить на фракции и отдельно крупные, отдельно средние. Чтобы они были защищены и от вредителей, и от болезней. И поэтому, как сказал Григорий Федорович Монохоз, нам, говорит, за небольшую плату проще доработать за границей, чем выращивать у себя где-то и иметь семена низкого качества. Так как и фермеры, да и садоводы-любители уже привыкли к тому, что семена бывают обработанные, что семена защищены, что у них хорошая всхожесть. Елена Сергеевна, ну вот селекционеры много работают над тем, чтобы не болели наши растения. Но все равно лечить-то нам их приходится. Приходится лечить. И вот об этом тоже была специальная лекция. Что только разрешенное. Я говорю тоже о профессиональных даже препаратах. Что, допустим, но мне интересно то, что это препараты, те, которые применяем и мы. Это иридамил голд, это приверкур, это вот эти, это тот же нарцисс, который является стимулятором роста. То есть вы шагаете в ногу с наукой? Только в ногу, только в ногу. Не зря я учусь, учиться надо всегда. Но, Людмила Васильевна, я еще хочу рассказать кое о чем, о чем вы даже не знаете. Вот не зря у меня стоят здесь маленькие стаканчики с растениями. Сейчас новое направление – получать мини-овощи. Что это? Во всем мире получают, вот раньше были проростки, а сейчас получают мини-овощи, которые вот в таком виде применяются уже в пищу. Это могут быть абсолютно все овощи. То есть они уже готовы к употреблению, да? Да, вот, допустим, не больше 7-9 сантиметров, они имеют самые лучшие вкусовые качества. И для здоровья лучше. Да, их употребляют только сырыми. Они сейчас применяются во всех ресторанах мира. А я думаю, что, может быть, придет время, и наше тепличное хозяйство будет уже именно вот в таком маленьком виде продавать. Да. Но пока этого нет, мы должны с вами это сами выращивать. Ведь выращивать можно абсолютно все. Выращивать можно фасоль, горох, бобы, огурчики, редиску чуть-чуть доращивать. Это не очень сложная агротехника, которой могут пользоваться абсолютно все. И поэтому вот эта лекция, которую я буду читать 24 декабря в 10 часов, дворец культуры нефтехимик, поэтому я приглашаю не только садоводов-любителей, а даже тех, у кого нет дачи, чтобы научить вас выращивать вот такие растения и как их употреблять в пищу. Ну, замечательно. То есть это все подробно, подробно вы расскажете. Да, вопросов, конечно, много. Передача у нас заканчивается. Нам надо прощаться. До свидания, уважаемые телезрители. Спасибо большое, Людмила Васильевна, за вопросы. Вам спасибо, Ирина Сергеевна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова